В черных трусах норвежский боксер Томас Хофтун, в черно-белых трусах Степа Переша из Хорватии. Несмотря на то, что уступает в росте, Хофтун ринулся в атаку, рванулся вперед, довольно далеко достает. Руками, а бьет он тяжело, но Переша пока пытается отстреливаться ногами. Захваты по правилам Кей-1 запрещены, нельзя клинчевать, нельзя. Ого, справа через руку подобрался классический бокс в действии. Это действительно очень действенная штука. Старый добрый бокс. Немножко потерял равновесие и ориентацию в пространстве Переша. Обоим делает замечание рефери. Мощнейшие удары обрушивает Хофтун на своего соперника. Очень высоко и открыто стоит Переша. Высоко, против этого ничего не имеем. Против, но открыто это излишне рискованно. И это безрассудство. Рассчитывать на то, что тебя не достанут там на заоблачной высоте, это большая ошибка. Все, кто взбирается очень высоко, должны помнить о том, что могут в любой момент сверзиться с этих высот. Нос задирать опасно и на ринге, и в обычной жизни. Возносись, но не заносись. Немножко рассыпан. Вот как-то не может собраться Переша. И защита у него слегка хаотичная. И, похоже, доволен тем, что происходит на ринге Томас Хофтун. Первый раунд удался. Не на сто процентов, конечно, не пробил он так, чтобы завершить бой. Конечно же, эмоции слегка захлёстывают, иногда даже и перехлёстывают Хофтона. Он чувствует, что вот где-то здесь, где-то рядом Её Величество Победа. Вроде бы всё близко. Но и вот мы советовали Переша быть пособраннее. И несмотря на то, что соперник пониже, быть более собранным, работать почётче, повнимательнее. То же самое в полной мере относится и к норвежскому боксёру. Попадает слевой. Двоечка. Справа снизу, левой прямой. И не может подняться Стриппа Переша. Такая боксёрская акробатика. Вот такие кувырки-перевороты. Конечно, тяжёл кулак норвежского бойца. Добрался всё-таки. Ну, а в первом раунде он готовил, готовил, и всё у него получилось. Правая область печени. Аперкот, но не попал. И вот так набросил слева. И спикировал с высоты двух метров Стриппа Переша. Ну, вот даже ближе к кроссу был удар. А встречное движение совершал Хорват. И удар получился даже более тяжёлым, чем задумывал сам Хоффтун. Во втором раунде победу нокаутом одержал Томас Хоффтун. Норвегия. Этот бой проходил в разряде Суперфайт. А впереди нас ждёт основная программа турнира средневесов. Продолжение следует...